Из-за Алматы вообще проба пришла, да, омикрон? То есть вы его как-то так сами в глаза видели? Ну, скажем так, я его видел в раздетом состоянии. Галышом, как говорится, да? Омикрон в Казахстане. Насколько опасен вирус и чем он отличается от дельта-штамма? Болеют абсолютно все вакцинированные и невакцинированные. Как лечиться от нового мутанта дома? И почему после лечения антибиотиками люди оказываются в реанимациях на аппаратах ИВЛ? Вот у вас, кстати, много таких пациентов? Практически 100%. К сожалению, наверное, больше слушают не докторов, а больше доверия к мнению соседки, подружки и так далее. По идее, эта волна еще даже не накрыла нас. Грядет ли ковидный Армагеддон в Казахстане? Почему омикрон опасен для детей? И откуда он появился? Вот вы что думаете об искусственности этого штамма? Мы сейчас находимся в лаборатории молекулярно-генетических исследований. Она находится в Нур-Султане. Таких лабораторий у нас в стране всего две. Одна находится в Алматы, другая вот здесь, в столице. Именно в этой лаборатории вообще впервые обнаружили в Казахстане коронавирус. Помните, наконец-то он к нам пришел. Вот здесь ребята его когда-то нашли. А уже 6 января 2022 года здесь определили новый вариант штамма коронавируса – омикрон. Что это за зараза такая? Нужно ли нам его бояться? Чем он отличается от Дель? Сегодня будем разбираться. И ждет ли нас, самое главное, очередной локдаун, ребята? Останьтесь с нами. Это диагноз. Сейчас мы здесь говорим честно о медицине. Здравствуйте. Из Алматы вообще проба пришла, да? Да. Там эпидемиологи что-то заподозрили и к вам передали, да? А вы тут уже определили оно – омикрон. Да. То есть вы его как-то так сами в глаза видели? Ну, скажем так, я его видел в раздетом состоянии. Галышом, как говорится, да? Да. Опасная работа, Оскара, да? Ну, мы только с положительными работаем. Конечно, это опасно. Сами не болели? Болел в 2020 году. Все нормально, да? Да, я же вакцинирован. В этих стенах Национального центра экспертизы занимаются, так сказать, обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения нашей страны. В этом столичном филиале ежедневно 24 человека расшифровывают геном ковида. Вообще принято секвенировать не все положительные ПЦР-образцы, а только те, которые вызывают озабоченность у региональных эпидемиологов. И только такие пробы доставляют сюда со всех регионов Казахстана. В восьми образцах определенно был омикрон. Семь из них это было в Алмате, и один был в городе Нур-Султаново. Сейчас ситуация, вот к концу января практически, да, какая? Пополнение идет, то есть приходят образцы еще с омикроном? Мы сейчас проводим исследования. Нам дано задача, то, что мы секвенировали каждые полтора месяца. Я думаю, в ближайшее время мы уже дадим. К картину, да, по тому, где, в каких регионах у нас омикрон, да, уже циркулирует в большей или меньшей степени, по сути, да. Впервые омикронштамм обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре минувшего года. Сейчас новый вариант выявили уже в 110 странах. Ученые всего мира ищут ответ на вопрос, откуда он произошел, и какими особенностями обладает. Ведь в конечном итоге речь идет о том, когда закончится пандемия, и как мы можем защитить себя от новых мутаций коронавируса. Несмотря на то, что данных об этом новом варианте ковида не так много, очевидно одно – омикрон опасен и более заразен. И может за короткое время вызвать коллапс системы здравоохранения. И в Казахстане уже наблюдается значительный рост инфицированных. Это подтверждают и врачи-инфекционисты Центра фтизиопульмонологии в столице. Просто в разы увеличилось количество госпитализированных. Если ранее в день обращалось только в наш стационар 20 пациентов, то на сегодня это число доходит до 40-60 человек. По идее, эта волна еще даже не накрыла нас. То есть еще недельки, наверное, такими темпами, может быть, 2-3-4, когда, в принципе, вот будет просто тотальная ситуация. Переболеют, в принципе, практически все. Конечно, мы не можем точно знать, какой сейчас штамм. Но с учетом скорости распространения, мы предполагаем, что, скорее всего, это омикрон, как клиницисты. Больше стало средне-тяжелых и тяжелых пациентов. Вероятнее всего, идет заражение и дельта-штаммом, и омикрон-штаммом. Клинически мы видим, что заболевания начинаются у многих действительно, какой рвы, насморк, кашель, боли в горле. И затем уже спускаются вниз, и возникает воспаление в легких, пневмония. Особенность клиники, что вовлекаются в процесс верхней дыхательной пути очень быстро и похожи на другие вирусы. В основном это боли в горле, это осиплость голоса, это вплоть до исчезновения голоса по типу ларингита. Очень быстро спускаются с поражением бронхов по типу бронхита, с поражением мелких бронхов бронхиолита. Для омикрона, конечно, крайне редко характерны вот эти осложнения в виде пневмонии. Все-таки, наверное, омикрон плюс дельта. Заболевания, вызванные омикроном, протекают у больных гораздо легче, чем при дельта-штамме. Это факт. Кстати, ни обоняния, ни чувства вкуса у инфицированных при омикроне не пропадают. В принципе, главное его отличие от других штаммов в том, что он гораздо заразнее. Потому что в самом омикроне, поверхностном белке вируса находится более 30 мутаций. Это достаточно много, чтобы конформативно изменить структуру вируса. То есть наши антитела подточены под определенную структуру, и, соответственно, чем больше мутаций, эта структура начинает меняться, и получается, эти антитела уже плохо работают. Из-за почти 50 мутаций в спайковом белке, с помощью которых возбудитель инфекции внедряется в человеческую клетку, омикрон может обойти защиту, которую дают вакцины от коронавируса, поскольку антитела не всегда могут его распознать. Особенности в целом этого штамма. У него очень высокая скорость распространения заражения, это первое. Второе, что болеют абсолютно все вакцинированные и невакцинированные, но легко болеют те, кто вакцинирован. Симптомов практически нет, либо они минимально выражены. После этой фразы наверняка возбудились противники вакцинации. Сейчас напишут в комментариях, ну вот, а зачем тогда прививаться, если все равно все болеем? Ответим так, что у нас проблема восприятия процесса вакцинации заключается в том, что многие граждане Казахстана воспринимают прививку как индульгенцию от вируса. Вакцинирован, значит, не заболею. При этом граждане других стран воспринимают вакцинацию как страховку жизни. Вакцинирован, значит, не умру. И только такое восприятие процесса любой вакцинации является правильным. Ни одна вакцина не дает 100% защиты от возможности заразиться и заболеть. Но заболевание, даже если оно случится, будет протекать у вас в легкой форме. Итак, вернемся к вопросу особенностей симптомов при штамме омикрон. Симптомы появляются очень быстро, но и в случае легкого течения они также быстро регрессируют. То есть нет такого затяжного течения сейчас и нет такого долгого восстановительного периода. И у них нет вот такой клиники долгого постковидного синдрома. Очень короткий стал инкубационный период. То есть от момента контакта с вирусом заражения до появления симптомов может пройти 1-2 дня, а то и меньше. То есть уже нет такого 2 недели, 10 дней. Он очень быстрый. Именно эта высокая контагиозность омикрона и вызывает серьезную озабоченность у ученых. Если омикрон будет заражать больше людей, соответственно, он получит больше мутаций. Соответственно, он может перетернуть в другую форму. Форму, которая, например, будет приводить уже к большей летальности. Но пока ученые видят, что коронавирус потерял свои сильные свойства за счет наличия защиты у взрослого населения. Ведь многие уже вакцинированы, получают бустерные дозы. Но он нашел сейчас другую нишу – детский организм. А маленьких детей до 12 лет мы не вакцинируем. Потому сейчас среди заболевших более 15% – это детское население. Для которых омикронштамм гораздо опаснее. Поскольку у маленьких детей он вызывает бронхит с тяжелыми осложнениями. Для детей развитие бронхиолита на фоне вирусной инфекции в целом более характерно, чем для взрослых. Это связано с особенностями строения детских дыхательных путей. Они гораздо короче. Вирус имеет гораздо более быструю возможность проникнуть в глубокие отделы. У детей иммунная система другая. И поэтому вот эта реакция на уровне бронхиол, а не альвеол, она у детей формируется гораздо чаще. С одной стороны, это тяжелое состояние может быть. С другой стороны, оно может закончиться просто явлениями кашля. В основном, конечно, вот такое тяжелое течение все-таки возникает у детей, которые потенциально нездоровы. Имеют какие-либо врожденные заболевания. У этих детей, да, развивается бронхиолит, который приводит к развитию фиброзов. Откуда появился омикрон? Согласно одной из теорий, он мог развиться у человека, имеющего хронические заболевания из-за тем, заразившегося ковидом. Вероятно, у того, у кого иммунная реакция ослаблена из-за других болезней и медикаментов. Это могут быть, например, больные раком или ВИЧ. Поскольку люди с ослабленным иммунитетом дольше борются с коронавирусом, то у него есть время мутировать и воспроизвести вариант, способный обойти иммунный ответ. Появилась и другая теория. Ученые стали говорить об искусственном происхождении омикрона. Например, российский вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков заявил, что штамм целенаправленно был создан суперослабленным. Я считаю, что это так, что это англичане решили прекратить сейчас пандемию, потому что настала пора решительных каких-то изменений в мире. Это не просто мутация. Это они собрали все мутации, которые были известны. Более того, они ввели еще там вставочку из трех аминокислот, которые характерны для сезона коронавируса. Как она могла возникнуть вот так независимо в этом штамме, это никто не может объяснить. Вот вы что думаете об искусственности этого штамма? Я думаю, нет. Появление мутации – это естественный природный процесс. Все любые организмы подвержены мутации. Мутация – это ответная реакция организма на определенную внешнюю среду. Тем более, если перечислить там все мутации, то часть мутации к нам уже давно с нами идут. Многие вирусологи тоже не согласились с мнением своего коллеги Чумакова, заявив, что научных доказательств о рукотворности омикрона сейчас нет. Искусственный он или нет – это уже не важно. Люди болеют и хотят знать, чем лечиться от омикрона. Буквально, наверное, 90% пациентов лечатся дома. С одной стороны, это очень хорошо. Значит, вирус действительно не вызывает значительного количества тяжелого течения с поражением легких. И здесь я уже воспользуюсь моментом. Хочу сказать, что нужно правильно лечиться и правильно за собой наблюдать. Если вы заболели, то, конечно, вы должны остаться дома. Если у человека возникают симптомы, и они не выражены, то, в принципе, можно принимать стандартную симптоматическую патогенетическую терапию, которая подходит для любой вирусной инфекции. Мы категорически призываем, во-первых, всех не заниматься самолечением, не бежать в аптеки, не стоять в очередях и ни в коем случае, конечно, не принимать антибактериальные препараты. До сих пор не снизился поток приема антибактериальных препаратов. Но он же вот в протоколе дает? В протоколе нет антибиотиков. А почему прописывают врачи? Вот я не могу прокомментировать. Как раз-таки хочется призвать все-таки народ быть более спокойным. При заболевании респираторной вирусной инфекцией, будь то грипп или ковид-19, не нужно сразу пить антибиотики. Препараты эти действуют не на вирусы, а на бактерии. Знаете, более 70% людей в ковидных реанимациях – это те, кто начал принимать антибиотики на первых этапах лечения от коронавируса. Вот у вас, кстати, много таких пациентов? Практически 100% пациентов, которые занимаются самолечением, они приходят к нам уже на 7-й, 10-й, 14-й день болезни. И практически с 1-го, 2-го дня они дома себе либо колят, либо в таблетках принимают антибиотики. Антибиотики снижают иммунитет, и вирусу, пожалуйста, раздолье. К сожалению, наверное, больше слушают не докторов, а больше доверия к мнению соседки, подружки и так далее. Ну и нужно сказать, что в аптеках продают зачастую без рецепта, могут даже действительно и рекомендовать. И отсюда мы видим самое такое, наверное, безобидное – это дисбактериоз. Многие антибиотики являются токсичными в отношении сердечно-сосудистой системы. Препараты глюкокортикостероиды неоднозначно влияют на сердечно-сосудистую систему. Антикоагулянты, дезагреганты, которые население пьёт, не задумываясь, что риски осложнений сосудистых и кровотечений выше, чем польза от них. Отдалённые последствия этой терапии – это инсульты, это инфаркты. Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили уже не раз заявлял в своих интервью, что определённая доля постковидных осложнений связана именно с проводимым лечением. Я считаю, что во многих случаях осознанное бездействие в отношении антибиотиков, гормонов и в особенности иммуносупрессивной терапии было бы гораздо правильнее и эффективнее их не всегда оправданного использования. Мы ведь весьма смутно представляем отдалённые последствия такого жёсткого удара по иммунной системе. Действительно, тяжёлые случаи COVID-19 вызваны не самим вирусом, а гиперактивностью иммунитета. Но поверьте, сама по себе возможность применять серьёзнейшие препараты не должна быть показанием к их использованию. Второе, к сожалению, что скрывать, когда на ранних этапах назначаются гормоны, глюкокортикостероиды, тот же дексаметазон, который уже на слуху у всех. Эти препараты нужны тогда, когда иммунная система потеряла контроль и начинает уничтожать уже по сути сама себя. И чтобы прекратить вот этот шторм, нужно её остановить. Но если эти субстанции назначаются на ранних этапах заболевания, то происходит тоже торможение иммунной системы. И как раз вот этот контингент пациентов, которые на ранних этапах начали, антибиотики, гормоны, они первые среди тех, кто оказывается в реанимации на ИВЛ и имеет, к сожалению, не всегда хороший результат лечения. Да, есть другая категория пациентов – это пациенты с хроническими заболеваниями, у которых любой вирус может вызвать обострение хронической инфекции. Вот эта категория, но это опять же определит только врач, может получить антибактериальную терапию гораздо раньше. И то всех своих пациентов, имеющих хронические заболевания, мы призываем быть на связи со своим врачом и сразу получить дополнительную информацию. При лечении от коронавируса дома не пытайтесь вылечиться за один день, вмещая в себя весь арсенал фармакологии. Дайте вашей иммунной системе возможность сделать свою работу самой, защитить вас. Любая болезнь имеет свои периоды, и любое ускорение, оно не всегда полезно, к сожалению. Любовь нашего населения к инъекционным препаратам. Любая инъекция сопряжена с риском тромбозов, и когда он даст проблему, мы не знаем. Это через неделю или через полгода. Тромбы – это инсульты, это инфаркты. А чем тогда, Рина Юрьевна, лечимся-то? С температурой нужно понимать, что снижение температуры до нормы не всегда хорошо. Мы просто тормозим активность иммунной системы. Ведь иммунная система включает механизмы защиты, которые сопровождаются лихорадкой. Что, просто больше жидкости? Больше жидкости, ограничения избыточных физических нагрузок, экстремальных температур. Не нужно лежать, нужно двигаться, но в разумных пределах. Но если температура сопровождается уже такими осложнениями, как судороги, если она устойчивая на протяжении нескольких дней, то, конечно, её нужно снижать. Лёгкое покашливание не требует вмешательства. Лёгкий насморк – всё, что вы можете себе позволить, и это будет наиболее эффективно, это промывание носа обычными солевыми растворами. Не месил все вот сейчас пьют. Можно, нет? Или тоже не стоит? У этих препаратов есть побочные эффекты. Поэтому, опять же, принимать их как чай на всякий случай, конечно, не стоит. Но эти препараты не лечат ни вирусы, ни одну другую болезнь. Они помогают нам её пережить. Так что же, вообще не лечиться от коронавируса, спросите вы? Конечно, лечиться. Но только по назначениям специалистов, которым вы доверяете. И по утверждённому протоколу. По лечению протокол единый. Разницы нет, какие штаммы. Последняя его версия от ноября – что включены моноклональные антитела. Лекарства на основе моноклональных антитил работают на ранних стадиях COVID-19. Они эффективны во время острой фазы инфекции. Тогда ими можно остановить вирус. А на более поздних они не работают. Но, тем не менее, сегодня это важное оружие в арсенале средств против коронавируса. Препарат рекомендуют выписывать непривитым пациентам, людям пожилого возраста, с ослабленным иммунитетом, а также страдающим сопутствующими заболеваниями, в частности, диабетом, гипертонией и ожирением. Но пока в Казахстане таких препаратов для лечения нет. Это новые препараты. Мы, конечно, ждём эти препараты в виде таблетированной формы, которая была бы очень удобна для наших пациентов, которые именно дома лечатся. Это высокие технологии. И, конечно же, фармацевтические фирмы, это в основном американские препараты, стараются справедливо распределять между странами. Казахстан ждёт. Мы скоро, скорее всего, закупим эти препараты. Есть мнение, что омикрон – это финальный босс. Он зафиксируется. Это последняя модификация коронавируса, с которой мы, возможно, будем жить дальше. А вы как думаете, на омикроне мы остановимся? Нет, я думаю, что нам потребуется года два научиться жить вместе с царского 2. То есть как мы живём вместе с гриппом. Сейчас мы друг к другу привыкаем. Мы, конечно, как и весь мир, очень устали жить в условиях постоянных ограничений. И хочется отмены уже QR-кодов, хочется возможности беспрепятственно путешествовать. Пока мы об этом только мечтаем. Однако вот такие новости дают надежду на скорое возвращение к нормальной жизни. На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в Англии отменят практически все ограничения, введённые в конце прошлого года для борьбы с распространением штамма омикрон. Всё равно переболеют все. Но не опасно ли сейчас увлекаться таким осторожным оптимизмом, связанным с омикронштаммом? Часть переболевших этим штаммом даже не поймут, что они переболели. Часть населения – это просто, скажем так, носители. Поэтому по количеству ПЦР-положительных тестов цифры будут расти. Но по количеству тяжёлых случаев в процентном соотношении именно сейчас не столь большой уровень тяжелоболеющих. Так может тогда и не доводить до локдаунов? У нас прям локдауна, конечно, нет. Мы работаем по ошибкам и прочим, но всё равно испытываем бизнес, не какие-то трудности. Прошлые волны, они, естественно, заставляют мобилизоваться в систему здравоохранения. И мы не знаем до конца, действительно ли этот штамм пройдёт настолько легко. Суть такова – если каждый будет более ответственен к своим симптомам и не будет в случае появления симптомов выходить в общество, то, наверное, всё-таки вот эта волна не придёт одномоментно. Суть локдаунов – это сдерживание количества пациентов в одно и то же время. Несмотря на всё сказанное сегодня об омикроне, нельзя относиться к этому штамму в духе «а подумаешь, не страшно заболеть». Важно вакцинироваться и через полгода сделать повторную прививку. Ведь шанс появления новых вариантов коронавируса гораздо выше у людей, не прошедших вакцинацию. Непривитый человек – это плацдарм для эволюции вируса. Если человек вакцинирован, то в его организме, как в инкубаторе, вирус не будет приобретать свои сильные свойства. Да, он попал, он прожил какое-то время, но он только потерял свою силу. Он ослаб. И переходя к следующему человеку, он уже не будет иметь никакой угрозы. Как только будет достигнут порог практически стопроцентной вакцинации, вирус как раз-таки и уйдёт, и наша жизнь восстановится. Важно продолжать соблюдать меры предосторожности. Наша система здравоохранения, конечно, научилась за двухлетний период довольно быстро масштабировать куличные мощности, но всё-таки не стоит испытывать её на прочность. КОНЕЦ КОНЕЦ